В прошлом году на Гомельщине значительно увеличилась количество тяжких и особо тяжких злочинств в сфере семейно-бытовых отношений. Их причиной, частей за все, является злоуживание алкогольными напоями. В связи с этим, жилево-коммунальные господарцы в области поставлена задача организовать улик, квартиры и дому, где находятся особы с антисоциальным ладом життя. Об этом не только сегодня шла размова на посаджении коллегии прокуратуры в области. Криминогенные ситуации в регионе поцикавились наши корреспонденты. Все равно тенденции не вельми приемных по величине фактов на умысленное нанесение тяжких телесных пошкоджений и все еще достатково великая колькость крадежов. Если говорить языком Уголовного кодекса, тайное хищение имущества кража, это не только в магазине, в магазине, на предприятии, в учреждении, в любом. Квартирные кражи занимают большой отдельный вес в системе краж. Что тыжится административных порушений, то тут на первом месте невыконание правилов дорожного руху. В минулом году отповедные штрафы на Гомельщине заплатили больше, чем 400 тысяч человек. На другом ротку распится алкогольных напоев и изъявление устанья опьянения в громадском месте. 46 тысяч складенных протоколов. Разом с тем, у прокуратуры в области лечить с необходимым переглядеть подыходы по накированию особ, которые злоуживают алкоголем, у лечебно-прационные установы. Зараз кожный четвертый пациент не только изнаходится в процедурном взросле, а ле и ма и опрационные навыки. Есть сегодня у нас другие профилактические меры, с помощью которых мы можем на них повлиять, чтобы они не выпивали и не ставили семью в тяжелое материальное положение. Но если он занят в народном хозяйстве, если он сегодня работает, то, конечно, у нас есть даже практика суда Светлогорского района, который отказывал органам внутренних дел в направлении таких граждан, которые заняты общественно-полезным трудом для направления в ЛТП. Поэтому мы будем корректировать эту практику возможными методами.